Брат задал вопрос о том, что убийство муравья, даже если это муравей, это причинение вреда. Но с другой стороны, мусульмане, обычно они забивают коров, овец и всё такое. По его словам, мусульмане едят больше говядины, чем другие. Так разве это не неправильно? Потому что в Бхагвадгите, в Библии и в Коране везде говорится, что вы должны проявлять милосердие ко всем животным. Но это не соблюдается. Брат сказал, что даже убийство муравья – это неправильно. И убийство живых существ – это неправильно. Поэтому, почему мусульмане не едят вегетарианскую пищу, вместо того, чтобы есть говядину и убивать животных? Разве это не неправильно? Разве мы не должны проявлять милосердие? Я согласен с братом, с первой частью его вопроса. Я знаю, что он понимает английский, но не может говорить на нём. Есть люди, которые понимают английский, но не могут говорить. И они задают вопрос на урду. Этот брат не может говорить на английском, но он понимает английский и говорит на тамильском. Что касается убийства любого живого существа без необходимости – это грех в исламе. Даже в исламе грех – убивать любое живое существо без необходимости. Есть хадис, где пророк сказал, когда человек разводил костёр рядом с муравейником. Пророк сказал ему, не нужно разводить костёр в этом месте, потому что там муравье, и чтобы он сменил место. Это означает, что пророк также беспокоился о том, что костёр может убить муравьёв. Поэтому он попросил сподвижника сместить позицию, чтобы муравьи не погибли. Теперь перейдём к твоему основному вопросу. О том, почему мусульмане едят мясо, закалывают животных и так далее. Для начала я скажу тебе, что мусульманин может быть хорошим мусульманином, даже будучи чистым вегетарианцем. Употреблять невегетарианскую пищу не является обязательным в исламе. Но поскольку наш Создатель дозволил употреблять невегетарианскую пищу, почему мы должны запрещать себя? Если ты проанализируешь, то в Коране в Сюре Маиде, глава 5, аят 1, говорится «О те, которые уверовали, будьте верны обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещена». И также говорится в Сюре Ан-Нахаль, глава 16, аят 5. Он также сотворил скот, который переносит вам тепло и пользу, и вы также употребляете его в пищу. И также это говорится в 23-й Сюре Му-Минун Ая 21 и в других местах Коране. Теперь, если мы проанализируем с научной точки зрения, то не существует вегетарианской пищи, которая обладает всеми необходимыми элементами для человека. Человеку требуются аминокислоты. Если точнее, 21 аминокислота, большинство из которых воспроизводится в организме, но 8 нужно пополнять из рациона. Эти кислоты называются 8 незаменимых аминокислот. Я не знаю ни одного овоща, который содержал бы все 8 незаменимых аминокислот. Так что не существует овоща, которые являются полноценной пищей. Поэтому мы должны брать их из невегетарианской пищи. Более того, если ты проанализируешь невегетарианскую пищу, она очень питательна и богата витамином К. И также, если ты посмотришь на зубы травоядных животных, коров, коз, овец, у них плоский набор зубов. Они едят только вегетарианскую пищу. Они едят только траву. Они не едят мясную пищу. А если ты проанализируешь набор зубов плотоядных животных, тигров, львов, леопардов, гепардов, у них заостренный набор зубов. Эти животные известны как плотоядные. Они питаются только плотью. И они не едят овощи. Если ты проанализируешь набор зубов человека, если подойдешь к зеркалу, ты увидишь, что у нас у людей есть резцы, клыки, примоляры и маляры. Если всемогущий Бог хотел, чтобы мы питались только овощами, почему Он дал нам эти острые зубы? Почему? Потому что всемогущий Бог хотел, чтобы мы питались как вегетарианской пищей, так и невегетарианской, то есть мясом и плотью. Если Он хотел, чтобы мы ели только овощи, почему Он дал нам острые зубы? Более того, если ты проанализируешь пищеварительную систему человека, то она может переваривать и то, и другое, вегетарианскую и невегетарианскую пищу. А пищеварительная система травоядных животных, коров, овец, коз, Она может переваривать только вегетарианскую пищу, но не может переваривать плоть. И, соответственно, пищеварительная система плотоядных животных, львов, тигров, леопардов, может переваривать только плотскую пищу, но не может переваривать вегетарианскую пищу. Но у человека же есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Он может переваривать как вегетарианскую, так и невегетарианскую пищу. Если всемогущий Бог хотел, чтобы мы были вегетарианцами, почему Он дал нам пищеварительную систему, которая может переваривать и то, и другое? Значит, это и естественно употреблять в пищу мясо. Так что, если проанализировать, всемуогущий Бог создал человека таким образом, чтобы он мог есть как вегетарианскую, так и невегетарианскую пищу, чтобы он мог кушать овощи и мясо. И у многих людей есть заблуждение, что большинство религий запрещает есть вегетарианскую пищу. И у многих индусов есть заблуждение, что индуизм запрещает есть невегетарианскую пищу. Но по факту, если вы прочитаете Индуийские Писания, в Манусмрите, глава 5, стих 30, говорится «Творец создал дозволенные для еды живые существа и тех, кто их поедает». Поэтому тот, кто поедает дозволенные живые существа, даже ежедневно не совершит греха. И также в Манусмрите, глава 5, стих 39, говорится, что всемогущий Бог создал жертвенных животных. Поэтому если вы едите жертвенных животных, вы не совершаете греха. И в 41 стихе Манусмрите говорится, что убийство жертвенного животного не является грехом. В индуийских Писаниях есть много цитат, в которых говорится о дозволенности употребления невегетарианской пищи. Если вы прочитаете 88 главу Махабхарата, Бутиштетт-старший спросил, что нужно давать в пуджу, чтобы наши предки были довольны. Бишма ответил, «Если в пуджу давать травы и кустарники, и овощи, то наши предки будут довольны один месяц. Если давать рыбу – два месяца. Если баранину – три месяца. А если тушу зайца – четыре месяца. Если козлятину – пять месяцев. Если оленину – шесть месяцев. Если вы дадите птиц, будут довольны семь месяцев. Если вы дадите буйвола – одиннадцать месяцев. Если вы зарежете корову, наши предки будут довольны целый год. А если вы дадите носорога, то наши предки будут довольны неисчерпаемо. В Махабхарате приводится целое меню для дозволенного жертвоприношения. Так что, если вы прочитаете индуистские писания, они ели невегетарианскую еду и мясо. Но причина, по которой многие индусы говорят, что употребление невегетарианской пищи запрещено в том, что на них повлияла философия ненасилия. Люди, которые верят в философию ненасилия, говорят, что убийство живых существ причиняет вред. Поэтому убийство животного – это грех. Поэтому я согласен с ними в том, что убивать любое живое существо без необходимости или ради забавы – это грех. Но если ты скажешь, что убийство живого существа – это грех, тогда я скажу, что даже те растения, которые вы едите, имеют жизнь. Раньше они не знали, что у растений есть жизнь. Поэтому они думали, что убивать растения – это нормально. Сегодня мы знаем, что даже у растений есть жизнь. Затем они меняют свою логику и говорят, «Закер, мы согласны, что у растений есть жизнь, но растения не чувствуют боли. Поэтому убивая растения, ты получаешь меньше греха по сравнению с тем, что ты будешь убивать животных и кушать их мясо». Сегодня наука говорит нам, что даже растения могут чувствовать боль. И они даже могут плакать. Просто мы, люди, не можем услышать плач растений, потому что мы можем слышать звуковую частоту только от 20 до 20 тысяч герц. А всё, что ниже или выше, этого мы не слышим. Поэтому даже растения плачут. Но мы не можем услышать их плач. Так что растения чувствуют боль. Так нам говорит наука. Я не снова меняю свою логику. Да, да, Закер. Мы понимаем. Растения обладают жизнью, и они могут чувствовать боль. Но знаете, у растений только два или три органа чувств. У животных же пять чувств. Так что убийство животного – это больше грех. Поэтому я соглашусь с ними ради аргумента, что у растений два-три чувства, а у животных пять чувств. И поэтому убийство животного – больше грех. Тогда я задаю им вопрос. Знаете, у одного человека был брат, который родился глухонемым. Не мог слышать и не мог говорить. Однажды кто-то пошёл и убил его. Предположим, у тебя есть брат, который родился глухонемым. Не слышит и не говорит. И если кто-то убьёт его, скажешь ли ты судье, чтобы он дал убийце поменьше наказания? Потому что у твоего брата на два чувства меньше. Он не может слышать и говорить. Скажешь ли ты это? Нет. Но ты скажешь назначить убийце двойное наказание. Потому что мой брат был невинным. И тем более он не мог слышать и говорить. Так что в исламе не судят по количеству твоих чувств. На два чувства меньше, наказание меньше или больше. Такого нет. В Коране сказано «О люди, вкушайте на землю то, что дозволено и чисто». Если еда хорошая и халяльная, то она разрушена. Её можно есть. Поэтому в исламе разрушается закалывать животное только для еды. А для развлечения или спорта запрещено. Пророк даже запретил разведение костра рядом с животными, чтобы не причинить им вреда. Так что убийство любого живого существа без необходимости запрещено. Если только оно не предназначено для употребления в пищу, для выживания. И относится к числу разрушенных животных, которые дозволил Аллах. Как говорит Манус Мрите, «Творец создал и дозволенные для еды живые существа и тех, кто их поедает. И тот, кто поедает дозволенные живые существа, даже ежедневно не совершит греха». В общем, у меня нет проблем, если не мусульмане будут вегетарианцами. Потому что если каждый не мусульманин в Индии начнет есть мясо, тогда цена на баранину и говядину очень вырастет. Так что у меня нет проблем, если не мусульмане будут вегетарианцами. Но если кто-то будет говорить, что убийство животных – это грех, то вы и слышали мой ответ. И как бы там ни было, в исламе вы можете быть очень хорошим мусульманином, даже будучи вегетарианцем. Но поскольку Аллах дозволил, и нет никакого вреда, если вы едете вегетарианскую пищу, и если она входит в список разрушенных животных, нет проблем. Надеюсь, я ответил на вопрос. Продолжение следует...